всем привет ребят микрофона виталий это елена и мы все еще продолжаем смотреть сериал школа поехали вне контекст конечно очень здорово то что тут изображается потому что мало кто помнит как выглядели именно компьютеры сейчас в основном значительная масса людей в интернете это все-таки подростки эти подростки и родились 2007 примерном году и они не помнят возможно даже не видели как выглядели как компьютеры тогда царина это огромный монитор кит странные колонки из нулевых похожие на пульт управления телевизора эти отвратительные уродливые столы видела у папича стол у нее стол развернут не так как мы а наоборот и к чему это виду то что это еще можно использовать как пособие в конец нулевых такое я не знаю зачем используется этот звук слышала вот этот компьютерный не было ни одного такого мессенджера я был использовался этот звук от звук в основном использовался киношниками вот киношники нам врут никто не заплатил чтобы использовать звук Капец, у меня даже на рабочем столе никакой картинки не стоит. Ну и то, что она перед школой успела зайти в чатик, получается, и попереписываться. Это ж неслыханно. Ну если у тебя просто не было в своей комнате. Ну да, я согласен в том плане, что когда ты просыпаешься в школу или в первый курс, не до того, чтобы включить компьютер. Я знаю, конечно, людей, которые просыпаются в шесть, принимают душ, завтракают, делают зарядку, садятся за тот же самый компьютер. Тогда-то же просто, если и был телефон, им крайне неудобно было пользоваться, тем более сидеть в интернете. Возможно, некоторые ребята умудрялись, я, например, еще в 2007, но это было крайне неудобно, таким не занималось. Если только Ваське, но там был Джим, такой клиент для телефона. Но точно. Все просыпались, 20 минут на одеться, помыть голову, лицо. И все, ты уже, потому что хочется больше поспать, а не... Вот именно. А вот после шкалки, часик до 11 вечера, сидеть... До часу-двух. Везется, если до часу-двух. Юбку через голову надевай. Может, и акрилу удобно. Просто знаешь, что есть какая-то примета, что, типа, если ты юбку надеваешь через ноги... Да тебе ноги эти... Да что-то там будет, короче, типа, замуж тебя не возьмут, или что-то в этом духе. Но я надевал через ноги, поэтому, ребят, все нормально. Деда, короче, у меня вообще капец в школе. Так уже забрала, что уже началось. Ты что, сам сделал, что ли? Прикольно. Так, значит, что я не буду. Побои на полный желудок не про меня. А что ты насчет химика думаешь? Мог эти вот фотки расклеить с сайта по школе? А? Нет? Да. Приятный аппетит. Блин, я тоже так думаю. Ну, она где нормальная из этих всех уродов? Ну, про тебя он стоп удал скажет. Да? Да. Кстати, наконец-то она научилась растушевывать. Плюс-минус. Да, в целом, просто форма немного другая, и из-за этого смотрится уже лучше. Еще в прошлой серии, я хотела сказать, потому что когда она сидела в раздевалке, то это хитренько так щурилось, было прикольно. Добр, добра, 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 нулевые. Да. Добр, бобр, добра, бобра вам. И вам, добра, бобра. А, не. Добр, бобр, а ты отвечаешь бобр, бобр. Это как, Христос воскрес воистину воскрес. Не надо, пошел. Но только добр, бобр, а тебе отвечает бобр, бобр. Ну, круто. Ребят, ставьте плюс, если согласны с этим, что нужно вести на загоноземном уровне. Добр, бобр, а ты бобр, бобр. Я тогда револцируюсь, если я это веду на законодательном уровне. А почему? Что, кричишь? Да. Дедуля, блин. Такой капец, прям. Ну, что дома не сиделось? Стали, 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 давайте. Ну, хвост. Дохляк, да? Да нет, нормально. И только этот, слышишь, каждый день по 15 минут делай. Я тебе говорю, через месяц будешь полтинник жать. Да ладно. Мамой клянусь. Чего ты с химией так не поступишь? Не знаю. Так, я не поняла, почему стоим? Почему стоим? Сейчас подойдем. Мечи взяли и быстренько, быстренько, быстренько со всеми. Давайте, давайте. Короче, я не хочу никакой играть в баскетбол, в любом мне это все бесит. Блин, такая клевая погода. Сейчас бы на каких поте кататься, да? Слышь, а давайте, короче, давайте, короче, после урока в химии займемся. Давай у тебя, Костя? Серьезно? Да. Ко мне? Ну, как раз ты нас готовить научишься. Сраванной у тебя дома никогда не была. Ну, ладно, хорошо, я согласен. Да? Ну, вот и все. Тогда я, тогда я хочу играть в баскетбол. Мяч – это инвентарь. Пойдемте. 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 Так, быстро. Быстро встали, встали. В баскетбол. Дай сюда мяч. Носова, не спи. Сиськи, иди качай. Носова, в учительскую иди. На, Сова. Заходи. Сейчас свет-то будет. Да нет. Она же попросила, чтобы его не увольняли, так что он войдет в ее положение, наверное. Как думаешь? Мне кажется, еще будет мяс. Как здоровье, дедушки? У меня не было другого выхода. Я вчера, правда, испугался. Ты представь себя на моем месте. Ну да, жесть. Да, жесть. Да, трэш. Да, трэш. Да, трэш. Аня, я, может, чего-то не знаю, что-то не понимаю. Я понимаю сейчас одно, что у тебя есть проблемы. Все твои подступки, они не из-за плохого характера, как все думают, а из-за каких-то других причин. К этому я и веду, что люди сами по себе неплохие и нехорошие. Я неплохой человек, мне просто не повезло. Блин, я ждала, пока ты договоришься, чтобы сказать... То, что человек становится и поступает определенным образом из-за своего окружения, из-за своих детских психотравм, из-за того, что общество его принимает или не принимает. И все в этом духе. Как вы? Ты вообще сама видишь выход? Все равно все узнают. Нельзя живого человека похоронить. Они меня изуродовать хотели. Аня, я вижу сейчас один выход. Тебя перевести в другую школу. Я хочу в другую школу. У меня в соседней школе работает мама. Мы можем помочь тебе перевестись. Согласна? Да. Да, пиздец. Я тогда поговорю с твоей бабушкой. Пока не знаю, как. Ну, я думаю, я все устрою. К тебе одна просьба. Больше никаких глупостей не наделай. А не хочет она в другую школу, потому что она влюблена в Епифанова? Я так правильно понимаю? Как раз она не сказала, что я хочу в другую школу. Она говорит, я не хочу в другую школу. Или я хочу в другую школу. Она там сказала, я не хочу в другую школу. А по-моему сказала, я хочу в другую школу. Ладно. По крайней мере, мне в 15 лет казалось вообще решением всех проблем, которых у меня не было по большому счету. Перевестись в другую школу. Ну, моей главной проблемой... Что бы проблемы появились? Моей главной проблемой было то, что мне до школы идти пешком минут 10. О, нет. В то время, как у меня была другая школа прямо рядом с моим домом. Это было соседнее здание от моего дома. Но там не был дедушка-директор. И в какой-то момент я такая, хочу вставать на 5 минут позже. Переведите меня в другую школу. Проблема людей. Не то, что я сейчас в школу туда, сейчас обратно. После школы в музыкальную школу. Потом еще час домой. Крепись. Когда заведовал людям, которые жили рядом со школой. Ну, или хотя бы минут 10 им было до школы. Ну, лет 15. Ну, полчаса. Это уже более-менее. Ну, час до школы идти. И час обратно со школы. А после школы еще в музыкалку. И там часа 3, ну, 2. В зависимости от того, что сольфеджио, музыкальная литература, например. Если теория. То есть, минимум музыкалки. Ты там часа 2 проводишь. Плюс ждал, когда у тебя же там музыкалка. То есть, ты после школы не мог идти домой. Потому что тебе до дома час. Ты ждал, пока уроки у тебя. Ну, типа, ты пойдешь домой эти час. И потом обратно в музыкалку еще час. То есть, 2 часа ты потратишь. Чтобы, типа, подождать. Когда начнут занять музыкальную школу. Крик души. Ну, я постараюсь. А вы можете никому не рассказывать? Хорошо. Пока я никому не расскажу. Блин. Спасибо вам, Арсений Ильич. Иди, иди. Не люблю мем. Сейчас будет мясо. Самый глупый мем. Что-то вообще замечаю. Сейчас будет мясо. Смешно тебе? Да. Да тупой мем вообще. Так я тоже не очень умная. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания, девятая. До свидания. Мне вас будет очень не хватать. Я так любила типаж женщин и учителей, в частности, которые ходили в шубах и шейных платках. Это не всегда очень вкусно пахнет. О, шейный платок. Никогда больше не видел. Но последние 10 лет. Ну, вот так, такого формата. Да. Так, Лютчик. Что? Все закончено. Так, возможно, у тебя просто пробиться к тебе, поговорить с тобой. Ты хамишь. Ты настоящий мужчина, прежде всего, что? Это манеры и воспитание. Ты это прекрасно знаешь. Ты мне говоришь, сейчас настоящая женщина? Да. Порочная и хитрая. Так, сейчас не обо мне, Сережа. Так, не фамильярничай, пожалуйста, ладно? Прекрати издеваться над Харитоновой. Еще что? Еще какие-то пункты есть в вашем задании? Я тебя прошу, прекрати издеваться над Харитоновой Дашей. Я спокойна. Да, вы успокойтесь. Я ей так трудно. Все в порядке. Сережа, что ты себе позволяешь вообще? Успокойтесь. Что ты себе позволяешь? Я учитель прежде всего. Успокойтесь. Зачем ты на ней издеваешься? Учитель, который пользуется духами моего отца. Илюш, как дела? Все по-старому, мам. Мы виделись сегодня. Ничего не изменилось. Илюшенька, а я в церкви сегодня была. Ничего, сколько им сегодня надо? Да нисколько не надо. Меня Нина Юрьевна подвела к батюшке. Мы все ему рассказали. Ты представляешь, он дал благословение на операцию. Да ладно. Угу. Ну, видишь, как хорошо. У меня прям как, знаешь, это... Пришла подмога, откуда не ждали. Как гора с плечи свалилась. Мне же теперь совсем по-другому. К операции буду относиться. Что, не зря он слушает Марлина Мэнсона, получается, на религии издевается и, в принципе, надо церковью и верующим. Осуждаем. Нельзя так. Кто скажет? Какие ваши мнения? Химик все-таки хороший, не твореныш? Он хороший? Да кто знает. Я вообще не знаю, что ожидать от этого сериала. Там постоянно что-то происходит. Ожидать-то чего? Вообще не знаю. Он ничего плохого так и не делал. Ну, ладно, он там... Что он сделал плохого? Мерзко ел булочку. Согласен. Вот. Вот такие вот дела, ребят. У микрофона был Виталий Костилен. И чудесная булочка Елена Совесть. Оставайтесь добрыми, человечными. Берегите себя и своя эмо. Всем пока. Хочу посмотреть, какие-нибудь там настройки. На заброшки. А, на заброшки. Ну, там немножко, конечно, притянуты за уши, но примерно показано более-менее. Соответственно, например, не совсем, конечно, но более-менее. Самая близкая, наверное, из того, что показано. Просто я так понимаю, что это типа... Вот те самые маргинальные эмакиды, которых я сторонилась всегда. Хоть посмотри, что они там делали, когда я их сторонилась. А, я думаю... Хоть посмотри, когда я их сторонилась. Смотри, что они есть. Смотри, что они там с ней. Продолжение следует...